Двигаемся в сторону гуманизации. В северной столице на базе университетов СИН России впервые состоялся комплекс научно-практических мероприятий «Петербургские пенитенциарные конференции», который включил в себя пленарное заседание и работу девяти конференций и круглых столов. Разрешите мне приветствовать всех вас в Санкт-Петербургском университете Федеральной службы исполнения наказаний на первых петербургских пенитенциарных конференциях. На повестке дня обсуждение ключевых вопросов, стоящих перед пенитенциарной службой, требующих комплексного подхода, а именно обеспечение прав человека в уголовно-исполнительной системе, ведомственное профессиональное образование и подготовка кадров, повышение престижа службы УИС, вопросы организации труда и ресоциализации осужденных. Директор СИН России Александр Калашников отметил, что в рамках новой разработанной концепции развития УИС принято решение двигаться в сторону гуманизации и личностного подхода к осужденным, а развитие системы пробации и принудительных работ позволит в дальнейшем сократить количество рецидивов. Сейчас активно мы проводим работу с органами государственной, муниципальной власти, с большим бизнесом с точки зрения того, чтобы привлечь внимание и предоставить возможность нашему спецконтингенту, лицам, которые зарекомендовали себя положительно, находясь в учреждениях, перейти на эту новую форму деятельности. Ну и как советовались мы с международными коллегами, лица, которые решением суда признаны, или которым решением суда назначено такой вид наказания, как принудительные работы, они уже не являются заключенными. Немаловажную роль в этом процессе играет подготовка работников уголовно-исполнительной системы. В этом году университет ВСИН впервые осуществит набор около ста студентов. Мы собираемся аккумулировать лучший опыт ведомственных учебных заведений, лучший опыт вузов правоохранительной направленности и вузов, соответственно, Миноборнауки, чтобы наши курсанты становились настоящими специалистами, настоящими патриотами своей России, настоящими защитниками. Ну и, конечно же, такой специалист должен справиться с любыми вызовами. Заместитель руководителя аппарата, уполномоченного по правам человека Михаил Виноградов, подчеркнул важность синтеза науки и практики, что включает в себя комплексный подход как в работе с осужденными, так и сотрудниками системы. Поэтому мы очень возлагаем большие надежды на университет ВСИН, в том числе на эти конференции, на которых мы с вами сейчас находимся, потому что вообще в основе всего изначально лежит подход. И лежат подходы, научные подходы, практические подходы. И вот на стыке практики и науки как раз вот и рождаются какие-то новые положительные моменты, которые в конечном счете, безусловно, защищают права людей. Вот ради этого мы и взаимодействуем. Мы были первой, наверное, волной, которые вышли за границу нашей страны и посетили пенитационные учреждения других стран. В первую очередь Финляндия, Швеция, Норвегия, Англия. Но я по-другому стал смотреть на систему. А раньше мы воспитаны были на силовое подавление любого движения протеста. Мы увидели, оказывается, можно решать вопросы и другим путем. И принцип не озверять человека в тюрьмах или в учреждениях наших – это должен быть самым главным принципом. По-прежнему принципиально важной остается профилактика преступности. И особая роль в этом процессе отведена сотрудничеству с социальными организациями, работе с малым и средним бизнесом, что позволяет осужденным получить профессиональные навыки в той или иной профессии, легче и быстрее адаптироваться к новой жизни. Возложенные на нас государством функции мы выполняем эффективно. Мы об этом мало говорим, но выполняем. Поэтому чем меньше мы будем скромничать, и чем чаще мы будем говорить о том, что мы эффективны, тем лучше. Второе. Нам нужно включать в орбиту общение с нами, соответственно, через тех, кто будет включен с обществом, как можно больше людей. И подсказать нашим коллегам, или, так сказать, попросить наших коллег, стать чуть более активными. Активный вот такой вот именно, так сказать, элемент между нами и обществом, тот, который видит, что у нас, и может рассказать другим людям. Так что вот это, по-моему, самых два главных направления. Работа первых петербургских пенитенциарных конференций завершилась проведением общего заседания. С докладами выступили руководители кафедр университетов СИН. По итогам встречи была представлена и принята результативная часть, так называемая дорожная карта, которая предполагается придерживаться в дальнейшей работе. Университет должен стать многопрофильным и ведущим ведомственным учебным заведением, центром научной, учебной, воспитательной работы Федеральной службы исполнения наказаний. Такая задача поставлена руководством, мы ее понимаем, мы мечтаем ее выполнить. И, конечно же, эти задачи будем выполнять с учетом опыта ведомственных высших учебных заведений и, конечно, с учетом опыта ведущих вузов страны. Для участников и гостей мероприятия, а также для всего личного состава университета состоялся большой праздничный концерт, посвященный закрытию конференций и 76-й годовщине Великой Победы. Бавшие солдаты! А-а-а! А-а-а! Серые колобушки И от каждого скрывай Анна Федорова, Егор Козлов, Максим Смирнов. Новости ТБН.